Лекция номер 11, тема, характеристики по и причины сбоев, план темы, 1, характеристики программного обеспечения, 2, причины сбоя программного обеспечения. Программный продукт, комплекс взаимосвязанных программ для решения определенной проблемы, задачи, массового спроса, подготовленной к реализации как любой вид промышленной продукции. Программный продукт должен быть соответствующим образом подготовлен к эксплуатации, иметь необходимую техническую документацию, предоставлять сервис и гарантию надежной работы программы, иметь товарный знак изготовителя, а также желательно наличие кода государственной регистрации. Только при таких условиях созданный программный комплекс может быть назван программным продуктом. Программные продукты могут создаваться как индивидуальная разработка под заказ или разработка для массового распространения среди пользователей. При индивидуальной разработке фирма-разработчик создает оригинальный программный продукт, учитывающий специфику обработки данных для конкретного заказчика. При разработке для массового распространения фирма-разработчик, с одной стороны, должна обеспечить универсальность выполняемых функций обработки данных, с другой стороны, гибкость и настраиваемость программного продукта на условия конкретного применения. На создание программных продуктов затрачиваются значительные ресурсы, трудовые, материальные, финансовые, требуется высокая квалификация разработчиков. Как правило, программные продукты требуют сопровождения, которое осуществляется специализированными фирмами, распространителями программ, дистрибьюторами, реже, фирмами-разработчиками. Сопровождение программ массового применения сопряжено с большими трудозатратами, исправлением обнаруженных ошибок, созданием новых версий программ и тому подобное. Сопровождение программного продукта включает поддержку роботоспособности программного продукта, переход на его новые версии, внесение изменений, исправление обнаруженных ошибок и тому подобное. Основными характеристиками программ являются 1. Алгоритмическая сложность, логика алгоритмов обработки информации. 2. Объем файлов программ. 3. Требования к операционной системе и техническим средствам обработки программного средства. 4. Объем дисковой памяти. 5. Размер оперативной памяти для запуска программ. 6. Тип процессора. 7. Версия операционной системы и другие. Программные продукты имеют многообразие показателей качества, которые отражают следующие аспекты. Мобильность программных продуктов означает их независимость от операционной среды, сетевой технологии обработки данных, специфики предметной области и тому подобное. Мобильный, многоплатформенный, программный продукт может быть установлен на различных моделях компьютеров и операционных систем без ограничений на его эксплуатацию в условиях вычислительной сети. Надежность работы программного продукта определяется безбойностью и устойчивостью в работе программ, точностью выполнения предписанных функций обработки, возможностью диагностики возникающих в процессе работы программ ошибок. Эффективность программного продукта оценивается как с позиций прямого его назначения, требований пользователя, так и с точки зрения расхода вычислительных ресурсов, необходимых для его эксплуатации. Расход вычислительных ресурсов оценивается через объем внешней памяти для размещения программ и объем оперативной памяти для запуска программ. Учет человеческого фактора означает обеспечение дружественного интерфейса для работы конечного пользователя, наличие контекстно-зависимой подсказки или обучающей системы в составе программного средства, хорошей документации для освоения и использования заложенных в программном средстве функциональных возможностей, анализ и диагностику возникших ошибок и другие. Модифицируемость программных продуктов означает способность к внесению изменений, например расширение функций обработки, переход на другую техническую базу обработки и тому подобное. Коммуникативность программных продуктов основана на максимально возможной их интеграции с другими программами, обеспечении обмена данными в общих форматах представления, экспорт-импорт баз данных, внедрении или связывании объектов обработки и другие. При работе с компьютером порой возникают проблемы, которые могут затормозить процесс производства. Машина начинает перегружаться, выдавать непонятные ошибки и так далее, это может быть последствием небрежного обращения с техникой. Однако далеко не всегда следует паниковать и вызывать работника техподдержки. Некоторые ситуации могут быть разрешены самими пользователями. Рассмотрим здесь самые распространенные трудности и варианты их решения, с которыми сталкиваются пользователи ПК. Главными причинами сбоев в работе компьютера являются Вирусы, неаккуратное удаление и установка ПА, отсутствие некоторых важных файлов из-за непреднамеренного удаления или сбоя жестких дисков, изменение реестра Windows, несовместимость некоторых свежеустановленных программ, неповадки, связанные с перепадами напряжения. Из-за таких причин операционная система начинает некорректно работать, может даже привести к полному зависанию компьютера. Начнем с самой распространенной причины сбоев, с вирусов. Вирусы – это коды, нарушающие стабильную работу операционной системы. Вирусы перезаписывают, разрушают и уничтожают файлы. Главным оружием борьбы с этими вредоносными кодами являются антивирусные программы. Их великое множество, обратить внимание следует на широко используемые, с гигантской антивирусной базой. Они позволяют своевременно обнаружить и обезвредить большинство существующих в настоящее время вирусов. При этом базу необходимо регулярно обновлять, чтобы ваш антивирус всегда находился в актуальном состоянии. Если вы или ваши коллеги все же обнаружили вредоносную программу на машине, работающей в локальной сети, непременно следует проверить все компьютеры, включенные в эту сеть. Если вирус поразил какие-либо программы, то уничтожить его можно путем их удаления. После уничтожения зараженной программы необходимо ее восстановить, используя резервную копию. После уничтожения зараженной программы необходимо ее восстановить, используя резервную копию. После уничтожения вирусов и восстановления программ и файлов с данными необходимо повторно выполнить проверку на наличие вирусов с помощью антивируса. Удаление и установка программ. Установка и удаление программ – дело несложное. Но чтобы не возникло непредвиденных проблем с новыми или удаляемыми программами, необходимо пользоваться пунктом «Установка», «Удаление программ», расположенным на панели управления. В этом случае компьютер будет сам подсказывать вам варианты действий, благодаря чему вероятность совершения ошибки будет минимизирована. Несоответствие аппаратных средств. Если вы недавно установили новое устройство, следует проверить, что установленные драйверы соответствуют вашей конфигурации аппаратных средств. Определить, является ли новое оборудование причиной сбоев, можно следующим образом, если после его физического удаления сбои прекратились, то причиной сбоя было новое устройство. Чтобы устранить возможные аппаратные проблемы, необходимо проверить, какой драйвер программного обеспечения соответствует вашему компьютеру. Реестр Windows. Причиной сбоя в работе компьютера может стать изменение реестра. Частая установка и удаление программ, испорченных драйверов приводят к изменению реестра Windows. Реестр делает запись связи или ссылок между аппаратными средствами, пространством памяти и адресацией. Если эти ссылки нарушаются, машина начинает работать со сбоями, зависать, возможен даже отказ операционной системы. Чтобы автоматически восстанавливать эти ссылки, необходимо пользоваться уборщиком реестра. Профилактика предотвращения сбоев. Для того, чтобы предотвратить сбой рабочей станции, воспользуйтесь следующими советами. Устанавливайте новое программное обеспечение с последними драйверами. Своевременно обновляйте программу удаления шпионских программ, спайвер и антивирусные базы. Обновляйте систему безопасности для предотвращения атак на уязвимые места ОС. Периодически запускайте приложение «Чистки реестра». Регулярно проверяйте свой компьютер на наличие вирусов. Проверяйте совместимость новых аппаратных устройств с уже используемыми. Удаляйте программы с помощью раздела «Установка», «Удаление программ панели управления». Для защиты компьютера от перепадов напряжения, используйте стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания АПС-ИП. Выключайте компьютер, предварительно завершив работу всех приложений. Постоянно проводите резервное копирование наиболее важных данных. Остерегайтесь диагностических утилит, они могут затруднять восстановление данных. Если скорость работы компьютера заметно уменьшилась, попробуйте фрагментировать диск. Используемые утилиты расположат фрагменты программ в правильной последовательности, что значительно сократит время загрузки программ и файлов. Не проводите операции установки или восстановления жестких дисков при отсутствии соответствующего опыта, в этом случае лучше обратитесь к специалистам. Следуя этим простым советам, вы убережете свой компьютер от возможных аварий, а себя от ненужных проблем. Продолжение следует... Продолжение следует...